Всем привет! Вы смотрите полезную программу и с вами Марина Маргунова. Наверняка вы слышали о таком направлении, как фэн-шуй, и как энергетика дома влияет на жизнь человека. Сегодня мы пригласили по этому поводу поговорить ведического астролога. Мария, добрый день. Здравствуйте. Расскажете, как жилище влияет на жизнь человека? Конечно, расскажем. Давайте разберем на примере этого дома красивого из территории. Давайте начнем с территории. На территории мне очень нравится то, что мы, когда выходим, выходим сразу не в открытое пространство, а здесь есть деревья, здесь построены кустарники, дорожка. Единственное, я бы немножко ее извести сделала, чтобы энергия была более текучей. Чтобы она задерживалась в доме, да? Да. Очень классные открытые окна, двери. Но единственный момент здесь с дверями. Они у нас делают сильный отток энергии. И если постоянно открыта дверь, то, возможно, будет утечка тех же денег у жильцов этого дома. Ну да, а насколько лучше жить в квартире или в доме? Дом всегда лучше. Сто процентов. Потому что дом – это другая энергия. Это энергия земли, это энергия вообще пространства совершенно по-другому. Коробка в квартире – это все равно уменьшение всего. Это наше прихожее. Да, мне здесь очень нравится, что когда мы заходим, энергия переходит дальше. Если мы увидим, что у нас нет сквозных вот таких вот проходов, окон напротив двери, это здорово, потому что энергия сразу упирается в пространство и расходится по всему дому. Если у вас в квартире окна располагаются напротив входной двери, это означает, что жизненный поток энергии в вашем доме не задерживается. Помогут плотные шторы на окнах. Вообще в учении фэн-шуй расположение входной двери играет очень важную роль. Конкретно здесь дверь у нас находится на западе. Это такая аскетичная форма, это дисциплина, это строгость. И это присуще и тем, кто живет здесь, и это ожидает общество. Хотите публичности, выбирайте двери с юго-западной стороны. За материнство отвечают северо-западные двери, а юго-восточные – за красоту и богатство. Важная часть в доме – это туалетная комната. Где она должна располагаться? Главное, чтобы она была не в центре квартиры, потому что тогда будет полностью слив всей энергии, всех жильцов. Согласно тому, где расположен туалет, находится наша зона недовольства собой. Если говорить о совмещенных санузлах, то специалисты фэн-шуй единогласно рекомендуют разделять эти зоны. И ни в коем случае не ставить мусорные ведра в таких ванных комнатах. Ну что, переходим в кухню? Да. Здесь, смотрите, очень здорово, что, во-первых, высокие потолки, энергия распространяется активно. Минус здесь на кухне – это то, что у нас столовая соединена непосредственно с самой кухней. А все дело в том, что столовая несет энергию изобилия, а сама техническая часть кухни – рабочий процесс приготовления пищи. И рекомендуется эти зоны разделять. Сама кухня у нас на юго-западе. На юго-западе кухня не самый лучший вариант, потому что на самом деле юго-запад – это такая, скажем так, прожорливая дырка получается. То есть человек кушает в ней, и он не насыщается. Он может взять добавку, третья, то есть он может заедать проблемы. Гостиная у нас классно расположена в юго-востоке. Единственное, что очень хочется сюда вот добавить какого-то окна, да, больше света добавить. У нас тут небольшое окно есть, плюс зашторено. И вот хочется здесь тоже, чтобы был приток энергии извне. В спальне самое главное, чтобы под кроватью вообще была пустота. Никаких ящиков с одеждой, бельем, никаких фотоальбомов, ничего не должно быть. Должно быть просто пространство внутри. Рекомендуется отсутствие каких-либо зеркал. Даже вот у нас телевизор здесь стоит, он отражает все равно спящего человека. Очень важно, как расположена кровать, куда расположен человек на этой кровати, потому что это все связано с энергией. Согласно учению фэн-шуй, супругам лучше спать отдельно, чтобы энергии не смешивались. Ну а если вы часто не высыпаетесь, то попробуйте переставить кровать в другое место. Ну что, Маш, подведем итоги? В целом дом мне очень понравился. Он энергетически сильный, в нем много энергии, пространства и хочется в нем побыть. Вообще, когда вы чувствуете, что вам некомфортно в квартире, в дома, обязательно посмотрите, где находится ваша мебель. Мебель, да, окна, постройте карту, посмотрите, подвигайте мебель. Вообще, вот такой совет номер один, регулярно двигайте мебель. Если это легкая мебель, стулья, да, каждый день. Если это глобальная мебель, хотя бы раз в год, потому что какая бы классная мебель ни была, застой энергии все равно происходит. Вы смотрели полезную программу, с вами была Марина Маргунова. Оставляйте все свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. Пока!